Основные подходы концепции сфокусированы на развитии физической культуры, массового спорта, спортивной инфраструктуры, формировании спортивного резерва и развитии спорта в высших достижениях. Также говорится, что непременными условиями эффективной реализации такого подхода являются создания благоприятной среды, обеспечивающей возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни. Систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентноспособности казахстанского спорта на мировом уровне. В документе также представлено видение развития массового спорта, в том числе среди детей и подростков посредством привлечения к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Как все эти планы будут реализовываться на практике, поговорим в течение ближайшего часа. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и обсуждать тему будем с нашими гостями в студии. А это Бегтенова Айгуль, заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта. Аян Толиген, руководитель пресс-службы дирекции развития спорта Министерства культуры и спорта. Ткачук Александр, государственный тренер по лыжным гонкам. Махметов Айдар, спортивный эксперт, заслуженный мастер спорта Казахстана. Ну что ж, уважаемые гости, давайте начнем. Первый вопрос хочется адресовать Айгуль Бахаржану вам. Я знаю, что до этого действовала у нас концепция развития физической культуры и спорта до 2025 года. Вроде как 2025 год еще не наступил, а у нас новая концепция. Вопрос такой, во-первых, чем не устроила предыдущая и какие кардинальные принципиальные изменения? Ну, изначально не только мы концепции все пересматривали. Всем госорганам было дано задание, чтобы пересмотреть, актуализировать. И написать совершенно новые концепции до 2029 года включительно, получается. В этой связи мы полностью пересмотрели. Если ранее до 2025 года концепция была утверждена указом президента, в рамках дебюрократизации утверждение концепции спущено уже на уровень правительства. Поэтому наша новая концепция, вот буквально 28 марта текущего года утверждена постановлением правительства Республики Казахстан. Там, получается, два направления, как вы уже сказали. Это развитие массового спорта. И второе направление – это развитие спортивного резерва, спорта высшего достижения. Шесть индикаторов определены. И по достижению данных индикаторов определено 52 мероприятия для достижения этих индикаторов. И основной, получается, задачей, так как у нас президент ставит задачу по развитию массового спорта и детско-юношеского спорта, идет основной костяк вообще всего спорта – это развитие массового спорта, что является поставщиком в спорт высших достижений. Поэтому здесь мы определили основные, как бы сфокусированные аудиторию. Это дети, получается, потом школьный возраст, подростки, студенческий возраст, коллективы вообще, рабочие места, и пожилые люди. И есть определенные, получается, инструменты, согласно которым мы будем развивать именно в определенных слоях населения, ну, всего Казахстана, развивать массовый спорт. Ну, то есть точечный подход, да, ориентировать. Да, и тем самым, как бы, обеспечивать здоровые нации. А ранее в концепции до 2025 года этого предусмотрено не было? Да, совершенно. То есть, можно сказать, кардинальное изменение – это как раз-таки шесть пунктов, которые вы вот озвучили. Да, определенные мероприятия именно сфокусированы на определенный слой населения идет. Также у нас предусмотрено развитие инфраструктуры. И если раньше строились большие спортивные объекты, которые требуют, когда построится содержание с госбюджета, это большое количество, то сейчас мы заложили, получается, масштабную инвентаризацию в регионах, чтобы определить состояние развития инфраструктуры, оснащенность этих спортивных объектов. Потом, например, в радиусе сколько, вот если, например, радиус 3 километра, они же не будут ездить на 3 километра, определить, если в одном населенном пункте, сколько спортобъектов закрывает, получается, покрывает сколько народу, и куда нужно именно строить, чтобы определить. И второй момент – это малобюджетные, быстро возводимые спортивные объекты. Ну, как бы предпочтение будет в этом направлении. Потому что сейчас, как бы в городе везде доступная инфраструктура, но именно сельской местности сейчас доступной инфраструктурой является этот спортзал общей образовательной школы. И чтобы обеспечить доступность спортивной инфраструктуры именно на селе, мы вот продвигаем сейчас именно строительство быстро возводимых, малозатратных спортобъектов. А есть ли у вас информация по тому, как концепция до 2025 года реализовывалась? То есть сейчас 2023 год. Насколько темпы ее были соответствовали тем, которые были ранее заявлены? Концепция была, как бы, утверждена указом, и в реализации этой концепции у нас с постановлением правительства первый этап – это с 2016 по 2020 годы было утверждено план мероприятий. Согласно этому плану мероприятий все те мероприятия, которые были запланированы, они уже, ну, как бы, исполнены. Даже в ходе, получается, когда мы эту концепцию писали, все, что мы, ну, то, что закладывали, многие вещи в прошлом году мы это все реализовали. Ну, к примеру, это повышение судейства, потом пожизненное ежемесячно денежное содержание мы повысили с 24 до 100 МРП. Потом штатная численность спортсменов, которые могут претендовать, получается, на заработную плату, от 1000 увеличили до 3000. Хотя этот вопрос с 1994 года не менялся. Вот такие концептуальные вещи. Потом мы совместно с образованием, тогда это был МОН еще, приняли совместный приказ, что чемпионы, призеры олимпийских, юношеских, олимпийских чемпионатов мира, универсиад, гимназиад, без, получается, процедуры сдачи ИНТ поступает на грант. И вот эти вот вещи в прошлом году мы это уже сделали. Правильно ли я понимаю, да, простыми словами, концепция, она исполнялась, она шла в срок, но нужны были доработки, поэтому, собственно, у нас новая концепция. Потому что, ну, как бы с учетом современных требований, реалий нашего времени, мы ее полностью пересмотрели и сделали. Да, я просто, знаете, тянул к тому, что у нас часто ведь бывает так, что какую-то определенную концепцию закладывают, ее не исполняют и другую объявляют. Я к этому. Но если действительно соответствовало все тем темпам, которые были ранее заявлены, то это отлично. Ну и сейчас, уважаемые гости, я хочу как раз таки вот разворачивать, да, более подробно саму концепцию сказать. Согласно новой концепции развития физкультуры и спорта на 23-29 годы, эффективность реализации предусмотренных в ней мер спустя 7 лет можно будет оценить на основе 6 индикаторов, которые вы, собственно, ранее, да, и озвучили. Первый – это доля детей и подростков, систематически занимающихся спортом, должна увеличиться до 45%, ожидается, что в этом году она составит 27%. Второй – это доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличится с 39% до 50%. Третья – доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся спортом, не имеющих противопоказаний к спортивным занятиям, увеличится с 17% до 23%. Четвертый – обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек увеличится с 52% до 65%. Пятый – это доля выпускников республиканских специализированных школ и интернатов, колледжей, олимпийского резерва, выполнивших нормативы мастеров спорта, международного класса и мастера спорта, от общей численности выпускников увеличится с 28% до 35%. И шестое – количество завоеванных медалей в год на официальных спортивных мероприятиях международного уровня составит не менее 900 медалей. На этот год планка стоит не менее 830. Ну и Айдар Алимжанович, вам как спортивный эксперт, как мастеру, заслуженному мастеру спорта, да, Казахстан, хочется адресовать такой вопрос. Как вы оцените новую концепцию, есть ли какие-то замечания, возможно, комментарии? К сожалению, я о существовании этой концепции узнал только вот буквально вчера, бегло ознакомился в интернете, и я считаю, документы такого уровня необходимыми для принятия. Но мне кажется, нужно предварительно со спортивной общественностью тоже разговаривать, обсуждать те или иные индикаторы. Вот здесь, например, мы сейчас смотрим 40%, 40% до 50% увеличить уровень населения, занятия спортом. В среднем 40% получается у нас занимается населением спортом. Как это было почитано, какими методами. То есть каждый четвертый человек у нас занимается спортом сейчас в Казахстане. Мне кажется, это несколько оптимистичные цифры. В целом, в самой концепции очень много хороших вещей, но мне больше интересуют механизмы реализации. Потому что у нас, как правило, хорошо принимаемые документы и программы в Казахстане. Не только в области спорта, в области экономики, в других сферах. Но все у нас упирается в саму реализацию. На уровне имплементации, реализации обычно все это хромает. И каким образом будут реализованы вещи, которые помогут нам вот этих индикаторов достичь, мне просто вот самому интересно было бы, сами механизмы услышать. Концепция сама по себе большая. Но вот у меня есть друг Амирхан Умаров, создатель системы паркур бесконтактной парковки. И вот он уже интересную вещь сказал в одном интервью. Когда он работал консультантом в одной из компаний стратегического консалтинга, они пришли к своему клиенту. И в принципе, он говорит, примерно на 10 страницах уже можно было подготовить все, что нужно было по улучшению той сферы, в которой они предлагали те или иные изменения. Но за 10 страниц никто 100 тысяч долларов не захочет платить. Поэтому нужно наворачивать до 100, 150, 200 страниц, чтобы документ выглядел солидно. И я вижу, что здесь очень много тоже в этой концепции принятых вещей. Мне вот интересно, был ли бы самый главный выделенный из них и механизм их реализации. Например, есть президентские тесты. Их нужно внедрять, потому что это массовый спорт. Я, например, некоторое время назад инициировал вещи, что нужно их, во-первых, пересмотреть не только в формате уменьшения некоторых нормативов, но и внедрение других, более актуальных видов спорта, соответствующих сегодняшней тематике повестки дня. Например, стрельба. Например, курсы самообороны. Да, это сразу не получится сделать, но через концепцию. Концепция наша уже реализуется на несколько лет вперед. Это можно постепенно вот эти индикаторы внедрять с тем, чтобы гармоничный человек должен развиваться. То есть у нас для чего это нужно? У нас сейчас довольно турбулентный период, и население должно быть подготовлено со всех сторон. Президентские тесты, вернее, их пересмотр позволят внедрять дополнительные вещи, которые будут человека развивать гармонично и научить его новым навыкам, необходимым в наше время. И президентские тесты можно, во-первых, внедрять как среди детей, среди учащихся студентов, так и среди пенсионеров. И разделить их тоже на определенные уровни с тем, чтобы получение этих знаков стало таким же престижным, как раньше было ГТО. Потом вся эта задача упирается также, мы с Айгуль разговаривали, финансирование. У нас всегда Минфин начинает, скажем так, проявлять обеспокоенность большим объемом финансирования, которое требуется на реализацию тех или иных программ. По этой части я тоже предлагал, например, нововведение. Это поставить на вычеты налоговые все средства, выделяемые спонсорами на реализацию спортивных проектов. Да, говорят, с одной стороны, это у нас начнется обнал или бюджет будет недополучать какие-то налоги. Но в то же время мы же будем поднимать спортивную отрасль, то есть государство будет меньше финансировать в этой отрасли за счет таких законодательных нововведений. Если средства, которые направляются на реализацию спортивных проектов, не будут облагаться никаким налогом, уже в спортивном отрасли будет формироваться сама. И спонсорам это будет выгодно. Им будет, они с удовольствием будут туда идти, зная, что те деньги, которые они на реализацию спортивных проектов вкладывают, они будут непосредственно идти на благое дело. И, соответственно, доля государственного вмешательства, она будет уменьшаться. То есть есть четкие конкретные механизмы. Например, механизм внедрения, я тоже обсуждал, потолка зарплат. У нас есть очень много нареканий, что футболист, хоккеист много получает. Да, у нас есть, если государственные средства на это выделяются, то должен быть потолок зарплат. То есть не должен там футболист или хоккеист получать больше миллиона тенге зарплат, если эти деньги идут с государственного фонда. Если это привлечены деньги с рынка, можете хоть 10-20 миллионов ставить, если спонсоры на это идут. Ну, а сколько рыночно позволяет, столько и платит. То есть мне больше интересуют непосредственно сами механизмы реализации. Если вот эти механизмы будут хорошо проработаны, и вся концепция не будет спотыкаться на имплементации, тогда мы увидим плоды ее реализации. Можно, да? Да, прокомментируйте. Вот то, что вы сказали по толке заработной платы, мы вот, всегда общественность говорит, да, что профклубы финансируются, там, легионеры и так далее, что вот этот момент был. Мы протоколом, получается, 21-го года МБК утвердили, получается, на футбол и хоккей 1,2 миллиарда, это с госбюджета и квази-госсектора, 450, получается, миллионов для других игровых видов спорта и 2 миллиона тенге потолок заработной платы. Соответственно, вот, как вы правильно заметили, из госбюджета и квази-госсектора, это в том числе саморухазные деньги, это вот потолки определены, а то, что вне бюджетные средства, там, спонсорские, какие-то другие, вот сверху сколько угодно можно платить. И вот этот момент... Миллиард 200 это на полностью финансирование футбола? Да, ну, грубо говоря, вот один клуб, ну, например... А, один клуб, миллиард 200? Да, ну, один вид спорта. И, соответственно, теперь мы же это сделали протоколом МБК, сейчас у нас пишется проект закона о физической культуре и спорте, и туда мы этот вопрос уже на уровне закона урегулировать планируется, потому что, ну, как бы, есть... И там планируется именно утверждение подзаконного акта, чтобы клуб был сам заинтересован зарабатывать, и вот сейчас эксперты работают в этой части, чтобы это было связано, вот, сколько заработал клуб и сколько будет государство оплачивать, чтобы, ну, корреляция была. Альбуба Харжановна, это ведь такое, знаете, такая проблема, которая долгими годами обсуждается, да, и экспертам в сообществе, и блогерами, и журналистами, когда говорят, да, публикуются зарплаты, к примеру, футболистов, особенно иностранных футболистов, которые играют, да, и тогда начинается оценка. Мы говорим, что, условно, мы платим такую сумму, он играет в чемпионате Казахстана, да, чуть ли не пешком ходят, да, а при этом там в чемпионате какой-нибудь восточноевропейской, скажем так, да, страны, они борются, они там на международной арене добиваются успеха, при этом зарплата ниже. Вот поэтому мы вот этот вопрос уже, ну, как бы, сделали одним документом, но чтобы уже заикарить этот вопрос, мы сейчас вносим изменения в наше законодательство. А вообще, для чего нужно финансирование государственное, условно, вот, футбольных клубов, которые, к примеру, по регионам? Видите, с республиканского бюджета мы ни копейки не финансируем. Финансируют местные бюджеты, получается, с маслехатов выделяются деньги, и чтобы вот этот вопрос, ну, как бы, урегулировать, мы это сделали, и все, что мы сэкономили, мы переориентировали на госпортивный заказ. Ну, то есть министерство может только установить, условно, потолок? А далее уже в каждом регионе решается, будет ли это сумма? Нет, они должны это соблюдать. Если они не соблюдают, соответственно, контрольно-надзорные органы проверяют и, соответственно, будут принимать меры в отношении тех лиц, которые допустили нарушение этих потолков и лимитов утвержденных. А я? Да, я хотел бы добавить, как раз, слушая все эти цифры, все эти концепции, да, планы на будущее, и поймал себя на мысли, что, Адель, когда вы вначале говорили о массовом спорте, в целом о развитии государственных направлений и так далее, но потом мы внезапно перешли на футбол и сразу стало интересно. Я думаю, и зрители тоже сразу поближе придвинулись к экрану, потому что такие новости, они всегда модные. Сколько получают футболисты, где выступает Елена Рыбакина, сколько медалей либо провалились боксеры, то есть за такими модными материалами, вопросами и публикациями, как правило, всегда в тени остаются как раз-таки очень важные моменты, как массовый спорт, развитие детско-юношеского спорта. А я, знаете, а я небольшую ремарку сразу сделаю, сори, что перебиваю. Я к тому, что, знаете, почему я это отметил? Потому что мне кажется, это взаимосвязано. То есть чем больше денег выделяется на, скажем так, легионеров, на футболистов, тем меньше пойдет массовый спорт. Мне кажется так. И так тоже может быть, но я бы хотел здесь отметить как раз-таки работу коллег. Адель, я бы хотел поблагодарить в первую очередь ваш, агентство Хабар, потому что мы сейчас обсуждаем такую важную тему, как концепция развития спорта до 2020 года. Но не все журналисты, к сожалению, не все СМИ, республиканские, региональные и так далее, понимают в целом, что такое. Я опять же хочу повториться. Мы все гонимся за такими хайповыми новостями, где интересно посмотреть, почитать. Такие вот, что творится в регионах. Работая в Дирекции развития спорта, мы в прошлом году провели очень много спортивно-комплексных мероприятий, спартакиад и так далее. Ездили по регионам, среди детей, среди ветеранов, среди госслужащих, среди военных. Ну, очень много на самом деле. Мне пришлось буквально, ну, я не скажу, что умолять, но я очень много сил прилагал, чтобы эти материалы показывали на телеканалах, в том числе и на вашем телеканале. К счастью, в новостях проходили эти материалы. Журналистам неинтересны, к сожалению, такие темы, хотя они очень важны. Массовый спорт, это, мне кажется, основа в любом, хоть процветающем, хоть экономически стабильном, хоть бедном государстве. Везде в первую очередь. Да, вашу мысль я уловил. Александр Петрович. Индикатор. Я хочу Аяна тоже поддержать в этом плане. И Дар тоже сказал эту тему. Он трогал, ну, ее можно посмотреть изнутри. Он сегодня говорит о том, что я, в пример, поставлю одну область, Кустанайскую. Я объездил каждый поселок, каждый район и каждый город. И знаю, сейчас называются цифры 40%. Мне кажется, в первую очередь нужно провести тотальный аудит. И эти цифры 40%, они упадут намного ниже. Почему? Ну, вот, получается, вот, я тоже сразу скажу. Да, здесь... Мы вот по инфраструктуре, у нас же есть официальная статистика, статистика за подписью, получается, Акима, зам Акима нам, как бы, отправляют. И сейчас обеспеченность 50% составляет. Но, как бы, есть... То есть вы ссылаетесь на те данные, которые местные исполнители отдают? Да. Но есть, ну, как бы, факты, что, когда говорят, например, лыжная база и просто показывает лыжню, ну, как бы, это не сопоставим. Поэтому мы сейчас хотим масштабную инвентаризацию сделать в этой части. И именно определить точно, действительно, где не хватает. Потому что ранее, до этого, по порчению президента, у нас была программа строительства 100 фоков. Как бы, она благополучно завершилась, но все фоки были построены именно в городах. Давайте для зрителей расшифруем. Фок — это физико-оздоровительные комплексы. И, получается, основная масса этих фоков были построены именно там, где существует уже инфраструктура. А вот сельская местность, она как бы, как была без этих фоков, так и осталась и в этой части. И потом вот то, что сказали, прозрачность, да, систематически занимающаяся физической культурой и спортом. И сейчас вот согласно методике подсчета мы берем тех людей именно, которые где-то зарегистрированы в какой-то спортивной организации. Но в этой концепции уже есть как бы внедрение нового показателя, самостоятельно занимающийся. Вдруг, например, вы нигде, ну, как бы ни в какой спортивной организации не числитесь, но в парке там три раза в неделю бегаете, да. Либо фитнесом занимается, без тренера ходит в клуб. Да, и вас нету сейчас нашей статистики. Поэтому мы внедряем новый такой показатель. И сейчас, ну, как бы мы в ходе концепта изучали опыт, да. Есть, например, страны, когда вот через приложение за определенные шаги сделанные или там за бег, они дают, например, скидки в спортивные, как бы, магазины или там еще что-то. Есть, например, за какие-то определенные шаги страны, которые дают определенный денежный возврат средств. То есть вы это как почитывать будете? Да, и через приложение. Либо у всех сейчас есть, ну, Каспий, как бы, мы прорабатываем разные варианты. Сейчас, как бы, работаем над этим. И у нас, как бы, планируется создать, вот как ЕГОФ, Еспорт, информационная система. Человек пришел в спорт, его оцифровали. И все его дальнейшие действия в спорте, оно все показывается. И все его достижения, все, там, первый тренер, личный тренер, с каким тренером, на каком этапе он тренировался. И даже вот это информационное, благодаря системе, те госуслуги, которые у нас оказываются посредством ЦОМ, мы планируем сделать в проактивном режиме. Грубо говоря, спортсмен участвует в чемпионате Республики Казахстан, выполняет норматив мастера спорта, ему не надо собирать кучу документов, ему просто СМС пришла, ты выполнил норматив, и там же при награждении объявили это. Ну, как бы, такие вещи заложены, мы планируем это сделать. И оцифровка вот этих всех людей, которые вовлечены в спорт, приведет к прозрачности статистики, во-первых. Во-вторых, не будет споров, кто первый тренер, кто личный тренер, и кто за какие заслуги должен получать те или иные вознаграждения, либо спортивные звания и категории. Но при этом, знаете, вот фраза «систематически занимается спортом» – это что означает? Это раз в неделю? Это вот по рекомендациям ВОЗ, получается, человек должен заниматься 130-150 минут, два раза в неделю этот человек, вот систематически занимающийся физической культурой, спортом считается. Ну и сейчас, уважаемые гости, я предлагаю послушать рядовых казахстанцев, насколько в нашей стране доступны спортивные секции и спортивная инфраструктура, на их взгляд. Мои коллеги провели небольшой опрос среди жителей столицы. Внимание на экран. Обычно спорт для массового недоступен для людей очень. В государственные школы, наверное, отдать сложнее, чем в частные. Сейчас очень много частных клубов. Они дороже, да, стоят, соответственно, на государственные там очереди, соответственно, мест мало. И квалификационных тренеров очень мало. Они выходят в более частные руки, потому что там зарплата очень много. Доступен, не знаю, все же платно сейчас. Все курсы платные, не знаю, бесплатно ничего не слышала, что где-то есть. Куда-то водить ребенка – это тоже на семейный бюджет очень сильно влияет. Побольше этих курсов, школ бесплатных было бы. Массовый спорт нет, вряд ли, он не развит. Для элиты – да. Я так думаю, у того, у кого деньги, тот может заниматься спортом. Пожалуйста, очень много сооружений создано здесь, в Астане. У меня сын в том числе занимается в одном из этих сооружений, и на хоккей ходит. У нас проблематично только то, что в районах не всех у нас есть эти школы, там, Дюс США. Нам, получается, мы ездим с одного района в другой, и это чуть-чуть создаёт там пробки, ну, дороги. В больших городах, конечно, развитые большие, в крупных городах, а дело плачевное, да, в детских местах есть. Я считаю, самый лучший вклад – это вклад в образование и своё физическое состояние. Так что в этом не надо жалеть, и нужно ежедневно заниматься спортом. Если у человека будет желание, то можно, я думаю, всё сделать. В этом не надо искать вину, там, государство или ещё каких-то, там, политику лезть. Это всё дело в человеке. Человек, если захочет, он сам добьётся. Достаточно такой честный, взвешенный, да? Да, я вам скажу, ну, как бы возразить, да. Вот благодаря тому, что мы переориентировались с профклубов на детский и юношеский спорт, ну, массовый спорт, да, у нас работал такой механизм – это государственный творческий и спортивный заказ. И благодаря этому сейчас за счёт местного бюджета 80, ну, порядка больше 87 миллиардов тенге выделено на… Вы говорите про арт-спорт. Да, да, да. Получается, выделено на обеспечение, как бы, детей наших бесплатными занятиями творческими кружками и спортивными. Более 580 тысяч детей, охваченные на сегодняшний день вот такими бесплатными занятиями. Плюс к этому у нас в Казахстане развивается, ну, функционирует 418 ДЮС США, где занимаются 390 тысяч детей тоже бесплатно. А сколько у нас в целом в Казахстане детей? Порядка 4 до миллионов? Если брать возраст 4-17 лет, то 4,5 миллиона, а если брать, получается, 8 и 18 лет, то 3,6 миллиона, ну, как бы, детей. И вот этот индикатор у нас, охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, внесен в эту концепцию, чтобы поэтапно охватить. Потому что нам нужно смотреть, вот, ребенок, да, есть дети, которые ДЮС США охвачены, есть арт-спортом охвачены, есть творческими кружками, есть в школах секции, получается. И нам надо, вот, за 100%, когда мы берем и всех детей вычитываем, те, которые, вот, всеми вот этими вещами охвачены, их сейчас где-то 49%, ну, как бы, можно, если всех. И вот у нас задача будет тех детей, которые вообще ничем не охвачены, ни одним кружком, ни одной секцией, ни одним, там, каким-нибудь увлечением не охвачены. Вот, их нужно будет охватить. Ну, знаете, к вопросу, да, арт-спорта. Там много шума, на самом деле, в прошлом году эта программа наделала, да, и когда были мертвые души, да, то есть записывали детей, которые не ходят на кружки, когда и под определенные, скажем так, кружки давали помещения, которые не соответствуют. Ну, всегда новые начинания, всегда бывают, как бы, недочеты, но в ходе, получается, все это выравнивается. Айгуль Бахажан, а как сейчас обстоят дела с арт-спортом? Сколько денег выделяется, есть ли планирование на несколько лет вперед? Ведь это одна из главных проблем была, что бизнесмены, да, когда вкладывались, условно, в новый какой-то спортивный комплекс, в новую секцию, набирали тренеров, они не могли в долгую рассчитывать. То есть они взяли госзаказ, они его исполнили, а дальше, может быть, с ними не заключат договор. Нет, те поставщики, которые ранее уже заключили договор, они есть, а вот то, что по набору новым, сейчас приостановлено, потому что сейчас вот как раз-таки были проверки, проверяли, ну, как бы, контрольно-надзорные органы, есть замечания, недоработки. В этой части, вот, буквально на прошлой неделе коллеги наши были, ну, как бы, с участием оружия САИН, всех поставщиков, именно операторов, которые работают с этим вопросом. Управление физической культуры и спорта прям была рабочая группа в Алма-Ате, неделю они сидели, и сейчас именно идется работа не спеша, проработка всех недочетов, как бы, ошибок. И будет по итогам работы этой рабочей группы внесены соответствующие изменения, поправки, те нормативно-правовые акты, которые регулируют данный вопрос. Но в этом году уже больше 87 миллиардов тенге уже выделено, и 580 тысяч детей уже занимаются. Ну, как бы, на этом не останавливаться, и в этих вот, в этом индикаторе эти дети в том числе сидят. Игорь, один момент. Мы сейчас говорим, мы отдали эти деньги, будем так говорить, частные руки. Если говорить о будущем, о результатах, уже о высших достижениях. Те люди, которые готовят в этих группах детей, они просто отрабатывают большей частью, я как человек, живущий в этом спорте давным-давно, и сейчас я говорю, они отрабатывают свои деньги. Они не стремятся к высшему. Если в детской спортивной школе тренер работает на результат уже с отобранными детьми, и мы потом ждем их в ДРС, ждем в штатных национальных командах, кто туда приходит. Дети, с которыми часы проводят. Я не говорю общей массе, но большая часть так работает сейчас. Как сертифицируется вот эта работа, вот этот тренер, как мы контролируем их, мы видим, кто... Как оценивать результаты. Кто, кто, нет, и кто занимается. Это должен быть четкий, жесткий контроль тех людей, которые работают на эти деньги, будем так говорить. Вот именно из-за того, что вот, как бы, в компетентности тренера усомнились родители, мы сделали поправки. У нас есть республиканский аналитический центр, вот, РУМАЦ, называется. Они, получается, проводят курсы повышения квалификации. Даже у нас есть в 2019 году были поправки в закон. Если спортсмен, получается, имеет звание мастер спорта, мастер спорта международного класса, но не имеет физкультурного образования, имея сертификат о курсах повышения данной организации, он может идти и работать по специальности тренера. И вот, согласно аттестации вот этой организации, курсов повышения квалификации, вот, тренер может в артспорте работать. Это один вопрос. Другой вопрос, да, действительно. Мы смотрели, раз такой масштабный, получается, охват детей идет, этот артспорт нам нужен, ну, какие-то задачи должен для государства решать. И, получается, сейчас он нам только занятость детей делает, да, охват. А мы думали, например, может быть, вот в ЮСУШа первого года обучения отдать тем детям, которые охвачены артспортом. Но там другой вопрос есть, что в артспорте, получается, не все виды спорта, там определенное количество видов спорта. И, получается, если мы первого года обучения детей отдадим, чтобы они нам готовили и потом уже лучших забирали в ЮСУШа. Вот этот вот механизм сейчас мы прорабатываем, смотрим со всех сторон риски, плюсы, минусы. И, как бы, в будущем будем вносить из него. Ну, это и же бюджет этих школ, детских спортивных школ. Это вот эти деньги, которые ушли сюда, это бюджет тех школ, которые сейчас недополучили. Нет, это те деньги, которые были выделены на профспорт. Ну, да, мы понимаем, почему Александр Петрович говорит, что, условно, на эти деньги можно было другие школы открыть или лучше финансировать те, что есть. Мы понимаем. Вообще, в целом, роль государства какая? Роль государства обеспечения нужной инфраструктуры, в первую очередь. То есть, инфраструктуру ее тоже можно разделить на занятия массовым спортом, на занятия профессиональным спортом, на оснащение ЮСУШа. В этой концепции, я вижу, везде идет красная нить о том, что недофинансирование усаревшего оборудования, нет вообще оборудования. Тот же самый наш друг Сергей Цирюльников, он за прошлый год объездил 103 населенных пункта через своих спонсоров, оснащал их элементарным спортивным оборудованием, и из 103 сел ни в одном селе не было даже элементарных условий для занятия обычным массовым спортом. Даже мячей, да. И поэтому, во-первых, это государство, в первую очередь, когда мы всегда говорим, его роль заключается именно в обеспечении инфраструктуры нужной, в обеспечении нужных условий. Поэтому я и призываю побороться за то, чтобы внести определенные изменения в законодательстве, освободить людей, которые складывают спорт от налогов, чтобы вот эти деньги, которые шли на развитие спортивных проектов, они были освобождены от налоговой нагрузки. Мы будем этим зарождать новую отрасль, мы будем зарождать новую культуру финансирования спорта. Айдар Алимжанович, я к тому, ну вернее, я вот вашу мысль развиваю, я понимаю так, что не финансировать, знаете, условно точечно госзаказ, да, то есть закрывая нынешние потребности, а в целом вкладываться в инфраструктуру на долгие годы. Да, это вообще должна быть комплексная работа, то есть это не только дело касается в развитии инфраструктуры, это гармоничная работа. Айдар Алимжанович, прошу прощения, у нас эфирное время ограничено. Да, вот можно сказать налоговую проекцию? Можно сейчас небольшая графика, после чего вы добавите? О том, насколько развит спорт в той или иной стране, обычно оценивают по выступлениям национальных сборных команд на Олимпийских играх. Наша республика в общей сложности приняла участие в семилетних и семи зимних Олимпиадах. Первая под собственным флагом и, пожалуй, самая успешная была зимняя в норвежском Лилихамере в 1994 году. Тогда феерил легендарный лыжник Владимир Смирнов, который добыл для Казахстана сразу два серебра и одно золото. Затем на Белых Олимпиадах результаты становились все хуже и хуже. А на последней Пекинской в прошлом году мы и вовсе остались без медалей. На летних играх наши спортсмены традиционно выступают успешнее. По крайней мере, без мест не оставались. Лучшие показатели в 2000-м Сиднее и в 2016-м Рио-де-Жанейро. 22 место. Но вот последнее в Токио можно назвать провальным. Всего лишь 83-е место. Ну, Айгуль Бахожанна, как мы видим, последние Олимпиады не летние в Токио, не зимние в Пекине. Не принесли нам ожидаемых результатов, которые, я думаю, действительно страна ждала, страна верила. Какая работа над ошибками проводится и как мы готовимся к летней Олимпиаде в Париже, которая уже в следующем году? Ну, как бы за подготовку спортсменов у нас главные тренеры отвечают, и вся подготовка выстроена согласно составленным ими планам. Но наша задача вот обеспечить качественную подготовку к главным стартам. И действительно, Токио-Олимпиада показала, что у нас есть как бы системные проблемы. Проблемы, и эти проблемы вот мы планируем в рамках этой концепции решить. Вот скажу попунктно, да? Да, коротко. Спортсменам мы сделали, да, заработную плату сделали, экипирование, там все-все-все сделали, там квартиры даем, да, ежемесячное денежное содержание, пожизненные, призовые, как бы все сделали. Второй этап. Раньше мы говорили, инфраструктуры у нас не хватает, но из года в год у нас как бы инфраструктура устроится, вот это все делают. Теперь у нас вопрос идет, сейчас кадровый голод. Если сейчас все тренера возрастные дружно уйдут на пенсию, нам некому будет тренировать. А в связи с чем? Потому что у нас без стажа, без категории сейчас тренера получают 93 тысячи тенге. И получается, вот по 400 человек, обучаясь на гранте, по... Не находят работу далее? Нет. Они идут, получается, учителем физкультуры, потому что там дети готовые, зал готовый, и как бы получают по 400-450 тысяч тенге. Либо он приходит в Дюсуша, где ему нужно набрать детей, а сейчас дети как бы родители. То есть повышение заработных плат в Дюсуша, правильно я понимаю? Вообще, тренеров, получается. Сейчас мы прорабатываем вопрос повышения заработной платы тренеров. Потому что если вот достойный специалист, который себя уважает, он не придет на такую зарплату, он будет себя обеспечивать или свою семью будет обеспечивать. Особенно молодые. Да. И поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос повышения заработной. Это раз, да. Второй момент, получается, как сказать, создать вот эти все условия. Ну, как бы есть в Америке, например, на одного спортсмена работают по 35 институтов исследовательских, да. И нам нужно сейчас развивать спортивную медицину, фармакологию, например. Есть нутрициологи, да, фитнес-тренеры. А, Губа, коротко завершая, все это предусмотрено в рамках концепции. Но это самое главное. Ну, как бы идти в ногу со временем в методике и вот подходах подготовки спортсменов высокого класса. Уважаемые гости, эфирное время подошло к концу. Я вас благодарю за плодотворную беседу. На сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok